15 лет подготовки сгорели буквально за несколько минут. Россия провалила первую в своей современной истории лунную миссию. Станция Луна-25 разбилась о поверхность естественного спутника Земли. Несколько недель до этого российская пропаганда готовила население к триумфу отечественных технологий вопреки западным санкциям. К чему это привело, давайте посмотрим. Россия впервые в истории должна совершить мягкую посадку на южном полюсе Луны. Никто и никогда этого еще не делал. Станция Луна-25 сегодня по плану должна выйти на окололунную орбиту. Все функционирует штатно, связь устойчивая, сообщили в Роскосмосе. Россия вернулась в лунную гонку. Запад кусает локти с последствия невиданного технологического прорыва Москвы, а всемирные санкции успехам Роскосмоса не помеха. Тезисы российской пропаганды пафосны как никогда. Успех космического аппарата Луна-25 был не просто нужен, ведь планировался запуск новой исследовательской станции спустя почти полвека после последней советской миссии. К тому же во время войны с Украиной. И за этим полетом наблюдают не только в нашей стране европейские чиновники, которые так старательно убеждали своих граждан, что мы в глубочайшем кризисе из-за санкций, что мы не можем ничего, теперь по сути кусают себе локти. Пуск состоялся один момент в августе в 2 часа ночи по московскому времени. Попытка мягкой посадки на Луну действительно является первой в истории современной России. Последняя лунная станция СССР Луна-24 завершила свою миссию еще в 1976 году. Изначально Роскосмос рассчитывал, что его аппарат будет единственным, который станет изучать южный полюс спутника Земли. Но в эти дни в тот же район направилась еще и индийская автоматическая станция Чандриан-3. Посадочный модуль должен был сесть близко к Луне-25 и примерно в то же время. Успешная мягкая посадка аппарата для режима Владимира Путина имела колоссальное значение. На кон была поставлена репутация отечественных технологий. Так сказать, испытания с санкциями проведены успешно. Тем более, что когда-то Россия намеревалась конкурировать с США в лунной гонке. Российская пропаганда ликует. Новости о Луне-25. Западных медиа подаются сдержанно. Вот в комментариях к материалам в соцсетях море язвительных шуток о неудачных попытках наказать Россию. Вот что пишут зрители телеканала СДФ. Я думала, Россия разорена. Санкции. Кто бы мог подумать, что можно сделать из стиральных машин. Запуск Луны-25 показал, насколько же авторы подобных заявлений оторваны от реальности. Несмотря на отсутствие европейских компонентов с параллельным импортом и импортозамещением вкупе с поддержкой Китая, и вот к Луне стремится российский исследовательский аппарат. Но неудачно. Мягкая посадка должна была состояться 21 августа. Однако аппарат вдребезги разбился о поверхность спутника. Прервалась связь со станцией Луна-25. По предварительным данным, она перешла на нерасчетную орбиту, что столкнулась с естественным спутником Земли и прекратила свое существование. К знаменательному событию российские техники готовились более 15 лет и, цитируя пользователи соцсетей, профукали все в один момент. Теперь Роскосмос требует не обсуждать катастрофу публично. Помните, как Рогозин называл Венеру русской планетой? Мол, только потому, что на ее поверхности побывали первыми советские аппараты. Аппараты советские, запущенные из Казахстана на ракете, сконструированной украинцем Королевым, на двигателях украинца Глушко и системах еврея Чертока. Но Венера все равно русская, потому что россияне – народ воров, достижения которых – это приписывание себе достижений других людей. Некоторые источники сообщают, что нынешний глава Роскосмоса Юрий Борисов неизбежно уйдет в отставку. Он, кстати, в августе признавал, что многие разработки остаются без внимания из-за приостановки невоенных проектов. Неудача Луны-25 стала далеко не первым и не последним провалом Кремля. В 2014-м Путин заявлял о создании сверхтяжелой ракеты для собственной лунной программы. Событие, которое должно было возродить космичность России, лишь добавило стране неандертальской шерсти и стало доказательством ее отсталости. Событие знаковое и объемное. Оно окончательно выставило за дверь современности страну Путина. Он лишний раз доказал неспособность России трезво оценивать свой катастрофически низкий уровень развития. Луна стала очередным Киев за три дня. Средства на нее, кстати, так и не начислили. После неудачи Союза-5 на проект выделили 60 миллиардов рублей, но вся работа остановилась 24 февраля прошлого года. Буквально все, ради чего разрабатывалась ракета, исчезла или заморожена на неопределенный срок. И даже если она будет создана, ей просто неоткуда стартовать. Такую цену, как и крах Луны-25, российский космос заплатил за развязанную войну в Украине.